Добрый день, уважаемые союзники, а также все, кто смотрит наш телеканал Муссоюз, слушают православное радио «Воскресенье» и читают нашу православную газету. Божьего всем благословения! Сердечно приветствую всех вас в эти замечательные дни рождественского поста и поздравляю с этим очень полезным для души периодом церковного календаря. Когда накануне Рождества Христова, накануне Новолетия, мы имеем благодатную возможность обновления своей души, своих мыслей, чувств, устремлений, обновления всей своей жизни. Время любых постов, очень многообещающее для души время. Главное, правильно им воспользоваться. Надеюсь, что наша программа вам в этом помогает. В том числе прямые трансляции богослужений из разных храмов, разных городов, наставления на рождественский пост наших многих архипастырей и пастырей. Ну, разве можно в обычной жизни услышать столько душеполезных назиданий от такого количества владык и батюшек со всей России? Нет, конечно. Поэтому, безусловно, союз – это очень хорошее подспорье в работе над собой. Особенно для тех, кто не может ежедневно в эти дни ходить в храм. Так что смотрите, слушайте, назидайтесь и получайте духовную пользу. Всего месяц отделяет нас от наступления нового 23-го года. И этот месяц очень важен для нашего телеканала. Потому что нам предстоит погасить еще очень значительную задолженность перед операторами связи за вещание в уходящем году. Наш телеканал, как мы всегда напоминаем, работает исключительно на пожертвования зрителей. И все наше вещание и со спутников, и в эфире, и в интернете, во всех средах оплачивается теми взносами, что делаете все вы. Слава Богу, сумма неоплаченных нами счетов значительно уменьшилась в течение ноября. Уменьшился и период задолженности. Неоплаченные счета у нас теперь есть еще за август, но более ранние, слава Богу, все оплачены. Однако, как вы видите на экране, сумма к оплате остается еще очень большой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, но снова и снова просим всех и каждого из наших союзников подключиться к поддержке православного телевидения. Тех, кто этого еще не сделал. А не сделали это, увы, 9 из 10. Пожалуйста, встрепенитесь, дотянитесь до телефона или компьютера, дойдите до отделения связи или отделения Сбербанка и внесите свою лепту в поддержку союза, ну вот хотя бы в конце года. Все способы помощи в бегущей строке на сайте телеканала в православной газете. Не бойтесь пользоваться и размещенным на экране QR-кодом. Ничего ни страшного, ни опасного в нем нет. Это просто наши сжатые, вот вместо огромного количества цифр, наши банковские реквизиты. Не оставайтесь безучастными, чтобы за оставшиеся дни этого года мы смогли рассчитаться с долгами перед операторами связи. Пожалуйста, не думайте, что ваши 100 рублей в такой большой сумме ничего не значат. Поверьте, значат и очень много. Именно вот из этих 150, даже 10 рублей, а иногда и 1 рубля, и 50 копеек, мы получаем, поверьте, и такие лепты, и видим их, и ценим их. Так вот, именно из них складывается в основном весь наш бюджет. Каждый рубль – это продолжение работы телеканала. Ну а если кто-то из добрых и состоятельных людей, организаций, предприятий помог бы нам погасить все долги за 2022 год, это было бы, конечно, вообще замечательно. Также хочу напомнить, что скоро закончится подписка на нашу православную газету на 23-й год, поэтому поспешите и не забудьте ее выписать. Подписной индекс по каталогу Почты России – ПП-805. Подписка принимается во всех почтовых отделениях. Можно выписать православную газету и через сайт. Подписка Почта.ру, а точный адрес нашей подписки – Подписка Почта.ру, Пресс, ПП-805. Спасибо вам за то, что мы есть, и Божье благословение да пребывает на всех вас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok